Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на телеканале Тортила. И сегодня мы с вами будем делать цветочную мастику. Сейчас мы немножечко подождем всех, кто еще не подключился к прямому эфиру. А за это время я расскажу вам о том, что следующие вебинары ждут нас уже в эти выходные. В пятницу мы с вами сделаем мужское и женское лицо. Это вебинар по лепке, очень полезный, где мы с вами обсудим пропорции мужского и женского лица. Все особенности, все нюансы, чтобы у вас получались лица, похожие именно на женщину и на мужчину. Всем привет, мои дорогие и уже старинные девочки, друзья, поклонники. Все уже собрались. Я очень рада вас видеть. Дальше мы с вами в выходные, в субботу и воскресенье 11-12 апреля сделаем пару молодоженов. Это будет сложная фигура и это будет платный вебинар. Все, кто хочет приобрести платный урок, пишите мне на почту тортилокурссобакамейл.ру Либо в соцсети, можно в инстаграм. Тортилла, нижнее подчеркивание, Инна. И платные вебинары в апреле идут сейчас со скидкой. За каждый вебинар 10% и если вы покупаете все вебинары апреля, то 20% будет скидка. Дальше 16 апреля мы с вами встретимся и сделаем маленького симпатичного эльфика. Этот урок подойдет для начинающих и стоит он всего 250 рублей, соответственно, минус 10%. 17 и 18 апреля в 19 часов мы сделаем чудесную фигурку Мэри Поппинс. Очень сложную для тех, кто уже у меня лепит, кто уже давно со мной. Добрый вечер всем, дорогие мои. И 24-25 апреля тоже свадебная фигурка. Она сложна своим каркасом, но лепка там будет простая. Поэтому, в принципе, сюда пойдет новичок, который уже лепил на каких-то каркасах. И он уже сможет осилить и эту фигурку тоже. То есть уровень, скажем так, не нулевой, а первый. Вот так вот. Также я хочу вам напомнить, что действуют сейчас большие скидки на все вебинары в записи. На все вебинары, которые уже прошли. Я объявила эти скидки на весь апрель, дабы вы дома не скучали, занимались, лепили. Разгоняли депрессию. И на все вебинары я объявляю скидку 20%, при покупке 3 штук 30%, при покупке 5-40% и от 8 штук 50% скидки. Так что все вебинары, которые прошли, вы тоже можете приобрести и за это время хорошо свою технику поднять. И еще немножко информации. Я уже рассказывала о онлайн-конференции «Домашний бизнес на тортах». Это мои партнеры, я рада вам представить. Эта конференция пройдет с 25 по 31 мая. Все это будет онлайн, будут прямые эфиры. 16 спикеров за неделю просто невероятный кладезь информации за это время будет выложено. Здесь будут темы такие, как десерты для всей семьи, ПП-десерты, топ лучших бисквитов и кремов, как собрать торт, как украсить цветами, куда входят вафельные, сахарные, живые, брельефная техника, темперирование шейхолада, изготовление декора из него. И помимо всего этого, что связано с десертами и тортами, будут такие интересные вебинары о том, как начать продавать свои торты, как построить свой бизнес с ноля, как рассчитать себестоимость, а также как правильно фотографировать и подать свою работу, чтобы она продавалась. И особенности ведения Инстаграм, что тоже очень для многих из вас полезно. Ссылка на онлайн-конференцию в описании. Вы также можете пройти по ссылке в моем Инстаграм, если нажмете в профиле, тоже эта ссылочка у меня есть. Заходите, знакомьтесь со всеми спикерами, со всеми темами. Очень много информации за эту неделю. И вы можете за небольшие, кстати, деньги поприсутствовать и все это узнать. Ирочка, очень рада. Все девочки мои собрались. Я очень рада, что вы все здесь. И мы сегодня будем с вами делать цветочную мастику. Почему я решила сделать эфир именно по цветочной мастике? У меня этот рецепт лежит в открытом доступе, я не знаю с какого года. Наверное, с 2000 какого-нибудь, 10-го. Потому что этот рецепт я вывела очень давно. Он мой личный авторский, но основан на книге Джейн Прайс «Украшение тортов в домашних условиях». То есть изначально я читала эту книгу, это было очень-очень давно, я с нее начинала. И немного переделав рецептуру, которая у нее там написана, под свои ингредиенты и под все свое. Поэтому этот рецепт мой авторский и он выложен уже очень давно. Здравствуйте всем девочкам. И после того, как я выставила этот рецепт, по комментариям я заметила, что у многих что-то не получается. Многие что-то делают не так. Проанализировав все вот эти комментарии, все ошибки, которые вы можете выполнить, когда делаете замес, я его немножко переделала. Я переделала замес. Там все в граммах остается точно так же. А вот как именно замесить эту мастику, я сегодня вам покажу. Кстати, я вот забыла взять белок, сейчас сбегаю. Что нам для мастики, собственно, понадобится? Тоже есть такая книга, да, она замечательная. Она замечательная и для начинающих, и для продвинутых пользователей. Значит, смотрите. Нам с вами потребуется желатин. У меня желатин фирмы «Доктор Роткер». Вот такой голубенькая пачечка. Я думаю, что все вы его видели, все вы его знаете. Здесь ровно 10 грамм, как, собственно говоря, мне и нужно. Этот желатин мелкий и быстро растворимый. Я пользуюсь этим желатином. У нас не указана сила желатина. Во многих других странах можно найти надпись «Сила желатина». Да, у нас ее нет. Поэтому я не могу гарантировать результат с другим желатином. Поэтому берите вот этот. Очень хорошо, что у вас получается моя мастика. Дальше. Нам с вами потребуется мед. Мед желательно, чтобы у вас был жидкий и как можно светлее. Чем светлее ваш мед, тем светлее, собственно говоря, будет ваша мастика. Дальше. О, магнолии мои заметили. Да, сегодня мы будем с вами их делать. Дальше. Я использую кокосовое масло. Можно использовать сливочное масло. Но тогда, в таком случае, после изготовления мастики, вы ее делите на порционные кусочки, раскладываете по пакетам для заморозки, по крепеньким таким пакетам, плотным, без перфорации, и кладете в заморозку. Мастика отлично хранится в замороженном состоянии. Может храниться месяцами, до полугода точно. Если же вы положили сливочное масло, вы на столе можете эту мастику держать около недели, а потом все-таки в заморозку. То есть вы с каким-то кусочком себе отложите какой-то кусочек и работаете с ним, с этим кусочком. Остальное в заморозку положили. То есть от сливочного масла может просто срок годности снизиться. Кокосовое масло даст срок годности побольше. То есть я могу уже в течение буквально месяца использовать на столе без заморозки свою мастику. Хотя в принципе это совершенно не сложно отложить кусочек, а другое заморозить. Так что если у вас нет кокосового масла, вы можете использовать любое в принципе. Любое масло сливочное, главное такое, чтобы у вас не было там другого какого-то запаха. Где купить такое масло? Оно сейчас продается даже в магнитах, я видела. Вот. Если заменять на сироп глюкозы, иногда сироп глюкозы сказывается на рыхлости мастики. И она становится менее эластичная, становится более рыхлая. Можно заменить мед сиропом глюкозы, но с глюкозой может быть немножко более рыхлая она. Но это относится больше к мастике, которая медовая для обтяжки. Вот. Поэтому я предпочитаю использовать мед. С медом всегда результат замечательный. Единственное, что вы должны у своих клиентов спросить, нет ли на мед аллергии. Так вот. Про мед. Сказала кокосовое масло. Кстати, если кокосовое масло у вас будет с ароматом, еще лучше получится ваша мастика. Будет пахнуть кокосом и будет очень-очень вкусно. Хотя мастику вы можете ароматизировать абсолютно любым ароматизатором, желательно натуральным. Патока так же, как и глюкоза, может сказаться на рыхлости, вот этой эластичности. Но в принципе тоже, как и глюкоза, это может быть. И глюкоза, и патока могут быть. Тем более, что там не такая большая громовка, как в медовой мастике. Если в медовой мастике мы добавляем 175 грамм меда, то здесь всего лишь 40 грамм будет меда и не так сильно скажется. Так что пробуйте с глюкозой, пробуйте с патокой. Все должно получиться неплохо. Сейчас мы с вами сам рецепт запишем и все я вам расскажу. Сейчас еще об одном ингредиенте. Самом, наверное, важном для цветочной мастики. Самое важное это по-русски называется КМЦ, по-английски CMC. Мы часто называем это СМС. СМС это пищевая добавка, которая придает как раз мастике такую эластичность, от чего мастика тянется, как жевательная резинка. От чего ее можно раскатать тонко-тонко, прям до прозрачности. Это как раз вот эта мастика. Вот эта добавка делает мастику такой тянущейся, такой вот как жвачка. На пачке желатина ничего не написано. Написано, желатин быстро растворимый пищевой, больше ничего нет. Нет здесь силы, не указано, ничего здесь нет. Так вот, что, собственно говоря, такое это существо, КМЦ, СМС или еще вы можете найти название телоза. Если искать натуральный аналог, я вам сейчас такие слова буду говорить страшные, натуральный аналог называется трагокант. Что такое трагокант? Это смола каких-то там деревьев, которую собрали и сушили в ступке, истолчили. И, собственно говоря, добавляя ее к мастике, мы получаем жвачку, тянучку. Вот это натуральный аналог. Но если использовать трагокант, его тоже можно использовать. Он очень просто дорогой. Он в разы дороже будет, чем СМС либо КМЦ. Чем отличаются они? Есть еще телоза, такое название. А по-русски это звучит как карбоксиметилцеллюлоза. Разница между СМС и трагокантом в одном. Трагокант это натуральный ингредиент, то есть это смола деревьев. А СМС это искусственно созданный ингредиент. Это, по сути, химическая добавка, но она пищевая. Она не приносит никакого особенного вреда. И для полукилограмма мастики мы будем использовать всего 4 грамма СМС. То есть, ну вот представьте, сколько весит этот цветочек. То есть, человек получит просто долечку, миллимилли, тысячную миллиграмма. То есть, вообще никакого вреда эта мастика, эта добавочка не нанесет. Абсолютно точно. Чем они могут отличаться, вот эти все производные? КМЦ, СМС и телоза. Это все одно и то же. Но выглядеть может по-разному. К примеру, один производитель делает СМС похожим на манку. То есть, она такими кругленькими крупинками и немножко желтоватая. А вот у меня КМЦ производства Китай. Покажи, пожалуйста, сверху. Производство Китай, видите, он как мука. Он как мука. И очень-очень он, собственно говоря, хорошо растворяется в мастике. Да, хорошо в ней расходится. То есть, если у вас будут крупные крупинки, вам будет просто сложно в мастике это дело развести. И в этот, мы сейчас будем когда-то с вами изготавливать, да, я вам скажу, что в какой-то момент, если у вас крупинками, надо более жидкую делать консистенцию, чтобы добавлять СМС. Но это я расскажу по ходу. Лучше приобретать СМС, который выглядит как мука, как порошок. С ним будет легче работать. В принципе, они все работают одинаково. У них у всех сила тоже бывает разная, но закрепляют и работают они хорошо все. Вот, поэтому, независимо от того, какой именно КМЦ вы приобретете, он будет у вас работать. Просто крупинками будет плохо растворяться. Это видео, которое сейчас идет, этот прямой эфир, естественно, будет записан. Можно ли заменить СМС? К сожалению, СМС ничем заменить нельзя, если только вы возьмете натуральный аналог, это трагокант. То есть, это единственное, что вам нужно купить. То есть, дома вы реально найдете все, да, желатин, мед, сахарная пудра, масло, это все есть дома. Единственное, что вам нужно купить, это вот эту вот баночку СМС, КМЦ или телоза. То, что есть в каком-то кондитерском магазине рядом с вами или в кондитерском магазине в интернете. В интернете вы легко найдете магазин, где в продаже есть подобная вещь. Смотрите, чтобы было производство в Китае, например. Ну, китайское хорошее, мне нравится. Может быть, какое-то другое производство тоже хорошее. Главное, чтобы она была мелкая. Открываете баночку, смотрите, чтобы она была мелкая, как мука. Вот, в принципе, все, что касается этой добавки. Надеюсь, все понятно объяснило. Так, сейчас мы начнем с вами изготавливать. Для этого я возьму желатин. 10 грамм, как вот в этой пачке. Вы можете записывать, можете. Я могу потом еще раз выставить пост с этим рецептом в Инстаграм. 10 грамм желатина. Дальше 25 грамм воды. Воды обычной, самой обыкновенной. Холодной. Когда налили, сразу размешайте, чтобы весь желатин намок. Так как реально воды по нормам получается гораздо меньше, чем нужно. У вас желатин может оказаться где-то сухой. Спасибо большое. Да, этот. Вот он у нас с вами намок. И мы можем прямо сюда залить 40 грамм меда. Желательно жиденький и светленький. Кто записывает, повторю. 25 грамм воды и 10 грамм желатина. 40 грамм меда. Уже 3 года гибкий, значит у вас влажность там высокая. Так, и прямо сюда я добавляю масло. Масло мне нужно 10 грамм. Я, конечно, уже испачкалась в мед. Когда берешь мед, ты уже точно в него влезешь и испачкаешься. Так. 10 грамм масла. 10 грамм. 10 грамм. 0,5 кг сахарной пудры. По сахарной пудре тоже очень важно. Вот она у меня стоит уже просеянная, подготовленная. Что важно знать про сахарную пудру? Не пытайтесь сами молоть ее какими-либо средствами, кофемолками и так далее. Вы никогда не получите пудру мелкого помола. Очень важно для изготовления любой мастики, а самое главное цветочной мастики. Если еще для медовой можно там что-то для обтяжки, если использовать, да, можно как-то там заменить. То для цветочной мастики очень-очень важно, чтобы ваша пудра была тонкого помола. И в кондитерских магазинах так и пишут. Пудра тонкого помола. Если вы не можете там сейчас выписать или еще что-то, идите в магазин. И просто через пачку, которую будете покупать, вот так попытайтесь потереть пальчиками, да. Если вы будете чувствовать какие-то крупинки, сахаринки, то эта пудра вам не подойдет. Обязательно нужен тонкий помол. Если не будет тонкого помола, что может случиться? Мастика может у вас быть с этими кусочками и крупинками, которые будут у вас выглядывать. Когда будете раскатывать, они у вас будут видны. Вот эти точки, вот эти крупинки большие от сахарной пудры. Что еще может быть? Мастика может просто быть не такой эластичной. Она может немножко быть рыхлой. Так, и не получилось, выкинула. Сейчас мы сделаем, сейчас посмотрим. И была рыхлая. Дальше, что еще нужно знать про сахарную пудру? В сахарной пудре не должно быть крахмала. Если ваша мастика получилась, как вы говорите, рыхлая, рвалась, не могли размять ее, слишком твердая, вполне возможно, что в вашей сахарной пудре содержался крахмал. Крахмал тоже не должен быть в составе. То есть, смотрите, чтобы у вас на упаковочке состав был написан только сахар, никакого крахмала. Фирма Распак была хорошая, сейчас, когда я ее просеивала последние разы, в ней была горстка сахара. Поэтому сейчас я выбираю пудру тонкого помола, покупаю в различных интернет-магазинах, где просто есть надпись «Тонкого помола». Где я заказываю СМС? Я не брала его на Али, я брала его в городе Волгограде. Ну, бог с ним, пускай будет бесплатная реклама в магазине Полером Конди. Чем можно заменить кокосовое масло? Любым маслом, сливочным маслом тоже можно заменить. Об этом говорила чуть выше, потом пересмотрите эфир в записи, чтобы я не повторялась. Хорошо? Так, все, вопросов пока нет. Вот это вот мне нужно подогреть сейчас в микроволновке. Чуть-чуть попозже, сейчас сначала начну взбивать белок. А за белком мне надо сначала сходить. Я отвешу сразу СМС. Мне нужно 4 грамма. Сейчас у меня отопление и очень все хорошо сохнет. Сохнет буквально до звона высыхает все. Поэтому я добавляю всего 4 грамма. И весы у вас иногда бывает не взвешивают такое количество граммов. Поэтому я взвешиваю рюмочку. Смотрите, у меня рюмочка 86 грамм. И, соответственно, мне нужно сделать 90. Что ты прыгаешь-то? 87 уже показывает. Значит, 91. Вот такое вот небольшое количество порошка. Если у вас влажность, если вы где-то возле моря живете, то вам нужно увеличивать количество СМС. До 6 грамм можно увеличить. Иногда я что делаю? У меня бывают такие дни, например, в мае, когда отопление выключили, а на улице дожди. И тогда высокая влажность, тогда все просто висит и падает. И если у меня есть уже готовая мастика замешанная, я буквально СМС вот так на столе могу разбросать и вмесить еще дополнительно 2 грамма. Дать ей полежать, чтобы это все разошлось. И я делаю проверочный тест. Я раскатываю кусочек, вешаю его и через полчаса смотрю, просох он или не просох. Если он просох, хорошо, достаточно СМС. Если он все еще такой влажненький, я еще чуть-чуть СМС добавлю. Но тут еще недавно я что придумала? Если вдруг у вас высокая влажность и ваши цветы не сохнут, я их стала сушить в духовом шкафу. Ставлю температуру 40-50 градусов и конвекцию. И они там вот так высыхают. Просто великолепно. И мне теперь уже не страшны никакие дожди. Я делаю всегда 4 грамма СМС. При любых обстоятельствах я могу высушить свои цветы в духовке. Можно ли крупный СМС кофемолки измельчить? Не, не надо, девочки, измельчать. Я вам просто покажу, как сейчас, в какой момент забрасывать СМС, если он у вас крупный. Я сейчас покажу. Так. Ага, девочки, это вы там свое решаете. А я пока схожу за белком. Подождите секунду. Забыла его взять. СМС. 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 я уже здесь не скучайте тут без меня так смотрите у меня сейчас я микрофончик повешу какое должно быть яйцо яйцо должно быть у нас это называется отборная да у нас есть категории которые написаны со отборное яйцо если вы не уверены у меня вот например я не уверена в нем потому что это домашние яйца я уверена в нем оно классное вкусное и здоровое на сто процентов но я не уверена в том что здесь будет столько грамм сколько мне нужно поэтому я буду взвешивать нужно чтобы было 32-34 грамма белка если будет мало белка соответственно может получиться тугая мастика это еще одна причина почему ваша мастика может быть тугой и рыхлый sms нужно класть по рецепту 4 грамма если у вас высокая влажность можно увеличивать 4 грамма всего по рецепту так что-то мне тут не граммы вот граммы вот у меня отличный получился белок 35 грамм это как мне и нужно так тоже некуда выбросить плохо я подготовилась сложу пока его в сторонку вот это хороший у меня белочек сейчас я начну взбивать что еще у вас не получается когда вы делаете по тому рецепту который я выставила эта мастика лучше готовой цветочной девочки могут подтвердить те девочки которые уже с ней работают так так вы меня сбили смысле что я говорила а так вот в рецепте который у меня в том ролике который у меня старый выложен на youtube там я рассказывала что мы должны взбивать сразу в углублении сахарной пудры и что получается когда вы взбиваете в углубление вы слишком быстро захватываете сахарную пудру и ваш белок просто не добитый он просто не взбитый как ему нужно и поэтому сейчас вот в чем принципе причина по которой я сделал это прямой эфир сейчас мы наоборот начинаем взбивать белок постепенно добавляя сюда сахарную пудру рецепт еще раз повторяю 10 грамм желатина 25 грамм воды 40 грамм меда что 500 грамм сахарной пудры 4 грамма смс 34 грамма белка пересмотрите просто потом сначала все будет в записи и я завтра выставлю пост в инстаграм и там рецепт тоже напишу очень подробно хорошо леночка уже с ней давным-давно работает вот так итак начинаем взбивать постепенно добавляя постепенно добавляя сахарную пудру будет немножко шуметь я специально взбиваю в стеклянной посуде чтобы вам просто было видно что происходит с белком и какой консистенции должен он быть у меня конечно она не глубокая будет немножко высыпаться тут пудра но зато вам будет видно что происходит то есть те кто занимается пряничками называют это айсинг мы с вами делаем айсинг мне важно чтобы мой белочек был хорошо взбит чтобы он был беленький будет беленький белок будет хорошая по цвету красивая мастика на максимальной скорости я взбиваю так как я показываю вам я делаю это ручным миксером если я это делаю для курса и сразу на два килограмма замес я это делаю большим планетарным миксером я сейчас попрошу виталика он сходит подогреет вот эту вот штуку где у меня собрано желатин мед и масло подогреть нужно до горячего состояния чтобы там не было никаких сопелек только жидкая горячая консистенция ну секунд 30 из папа мешай ложечкой посмотри чтобы все растворилось значит смотрите если у вас смс крупинками значит вот в этот момент когда у вас вот такая жидкая консистенция айсинга вы будете добавлять желатиновую смесь а затем из смс то есть вам нужно чтобы ваша среда здесь была более жидкая чтобы ваш крупный смс смог разойтись в этой среде и взять необходимую влагу для того чтобы он разбух это только для цветов шила девочки заказывала сама я вам скину ссылку напиши мне галочкой я пришлю так как у меня смс более более мелкий я продолжаю добавлять сахарную пудру просто чтобы мне ее не руками добавлять а добавлю миксером вот такая видите консистенция белок должен быть белоснежный если вы взбивали до этого в углубление сахарной пудры то вы могли просто не добить до нужного состояния белок у меня уходит примерно одна треть сахарной пудры векуля привет очень рада тебя тоже видеть так ну чтоб жиденькая горяченькая что-то не сильно горяченькая это надо чтоб горяченькая было еще виталь подогрей там есть сапки сопельки чтоб горячей было надо да еще 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 немножко добавлю пудры пока виталик принесет мне видите уже он у меня очень густой чуть-чуть снижу скорость потому что у меня все летит в разные стороны вот до такой консистенции можно довести если у вас смс как мука если он у вас мелкого помола а если у вас крупный смс я сказала да когда было жиже намного жиже подождите сейчас мы будем все дальше делать я жду когда нагреется наша желатиновая масса и покажу что дальше ну где-то там только не закипяти пожалуйста я сейчас доверить мужу такой важный момент сейчас он желатин прокипятит и будет еще счастье так вот отлично теперь горячее состояние и я выливаю прям сюда не прекращая взбивать и получаю вот такую жиденькую консистенцию и вот в этот момент когда здесь жиденько и горячо я забрасываю смс постепенно чтобы он у меня растворился хорошенько и еще примерно две минуты можно на скорости чуть пониже видите уже он намотался у меня на венчик она мастика еще две минутки я покручу чтобы смс получше разошелся схватил влагу не страшно что он наболтался у нас так высоко на венчик это так и должно быть пуэрта рико очень приятно привет вам хэллоу сейчас я выключу и расскажу как хранится то шумит очень через сито я желатин не процеживала по той простой причине ой как хорошо по той простой причине что это хороший желатин он мелкий он быстро растворимый и в нем ничего не остается это хороший желатин в июне курсы будут точно у нас в городе росаш так что жду тебя викуля так что я еще не прочитала желатин тара в каких условиях хранить мастику если вы используете кокосовое масло вы можете спокойно его в течение двух трех недель хранить на столе и работать но я всегда рекомендую разделить по порционным пакетам потому что вам же не нужен весь вот этот вот пол килограмма до разделили порционные пакетики отправили в морозилку после разморозки мастика абсолютно не меняет своих свойств абсолютно такая же поэтому смело замораживайте когда она понадобилась кусочек достали и работаем когда разморозить единственное что сделаете тест на высыхание чтобы протестировать какая у вас влажность если у вас влажность изменилась значит соответственно добавляете смс немножечко раскатали кусочек мастики посмотрели если через полчаса не высох под подмешайте немножко и теперь вот это соответственно я замешиваю дальше руками я прям сюда в миску его переложу этот кусочек замечательный беленький а у меня есть всякие разные ароматизаторы у меня есть лаванда это очень вкусно пахнущая штучка розы ароматизатор малины клубники кокоса все что вам нравится можно добавить только выбирайте производителя с натуральными ароматизаторами у меня они натуральные очень приятно когда это не химия вроде как глицерин глицерин в принципе я без него обхожусь его можно добавить столовую ложку но я без него обхожусь глицерин нужен для того чтобы задержать влагу мне собственно говоря это не нужно я быстро работаю и мне нужно наоборот чтобы моя мастика быстренько высыхала и чтобы время моё при этом экономилась разморозка разморозка знаете я просто на стол его положила и все нормально особо не требуется там дифрострон вот эти умные слова просто разморозили да и все девчонки на стол положили и все приветик португалия не видели сам рецепт ничего страшного потому что все можно посмотреть в записи запись сохранится обязательно все я просто теперь замешиваю как обычное тесто мастика напоминает зефирку она очень мягенькая воздушная я всегда девочкам на курсах в этот вот момент когда заканчиваю замес говорю попробуйте пожалуйста ее пальчиками все потыкайте попробуйте на вкус какая она и они все восхищаются ой она как зефирка но работать мы с ней будем через 8 часов сейчас она слишком нежная действительно как зефирка и такой мастикой вряд ли получится работать она будет очень сильно прилипать вот поэтому лучше положить ее на 8 часов в пакете хорошем таком герметичном полежать на 8 часов при комнатной температуре в какой момент добавлять ароматизатор можете вот в этот момент добавить ароматизатор а мальчиком что мальчиком я пропустил про мальчиков привет и кто кто привет писал девочкам да и мальчиком привет да да у нас же тут все очень приятно что и девочки и мальчики смотрят всем привет абсолютно вся сахарная пудра должна уйти если вы правильно все по рецепту положили если ваш белок был 34 35 грамм если ваш белок меньше то соответственно и пудра уйдет меньше но лучше так не делайте лучше взвешивайте белок смотрите она немножко липкая поэтому пользуемся крахмалом крахмалом пользуемся кукурузным он белоснежный и он без вкуса и запаха все мастика готова она слышите как она как гул такой у нее звук гулки она вот как зефирка внутри как по пузику похлопать и она очень мягенькая очень мягенькая видите на 8 часов в пакет отлежаться после этого мы будем так с ней работать после этого она у вас будет вот такая и каждый второй наверное мне пишет по этому поводу ой 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 что делать с моей мастикой она стала рыхлая посмотрите какая она станет вам видно крупным сделай крупнее вот такая она станет это правильно это не страшно берем кусочек мастики и разминаем его в руках прикрахмаливайте чтобы мастика не липла к вашим рукам и уже через 30 секунд ваша мастика превращается снова в такую же зефирку видите вот с этой мастикой я сейчас с вами покажу как сделать сахарную магнолию вместо крахмала использовать кокосовое масло знаете некоторые да некоторые работают с маслом мне не нравится просто вот если вам удобно с кокосовым маслом работать работайте мне больше нравится чтобы это было сухо потому что когда работаешь с маслом это все как-то вот не знаю ко мне это все липнет мне не нравится с маслом просто а если вам удобно то пожалуйста мы делали лавандовый ароматизатор были в восторге все греть мастику подогревать с нет смысла хорошо разминается и так если вдруг у вас она сильно забита крахмалом такое бывает можно подогреть в микроволновке если она у вас была такая что не размять нужно про просто подумать в чем причина в чем причина проанализировать все то что вот я вам сегодня показала и подумать что вы именно сделали не так был ли крахмал в мастике в этой в сахарной пудре может быть и проблема с желатином может быть желатин не такой может вы взяли мало белка в общем нужно проанализировать что именно было не так я не знаю рецепт николаса лоджа и к сожалению не могу сравнить как они работают катается она очень тонкая я вам сейчас это продемонстрируем и сейчас с вами сделаем и соберем цветочек магнолии сейчас я девочки только на секунду отвлекусь по мою ручки и уберу здесь хорошо а вы мне пока подумать какие еще вопросы задать так и пакет нужен ароматизатор ну смотрите там по состоянию по запаху две три пять капель достаточно ли вы разминали ее да вот 30-40 секунд в руках разминали и она все равно не становилась эластичной что именно еще проанализируйте что что не так было какие ингредиенты были у вас я же просто не не могу видеть что что у вас были за ингредиенты меня хорошо там слышно нет наверно плохо еще раз повторю надо посмотреть что именно у вас было там с ингредиентами мне трудно узнать причину пока я не знаю какие ингредиенты выбрали и как вы это все делали каким образом замешивали вот в чем дело надо проанализировать что было не так сейчас девочки сейчас вернусь так я снова с вами дорогие мои в минск приеду обязательно к вам приеду как только все наладится обязательно так вот это надо было тащить ладно дальше мы с вами теперь поговорим о цветах и и доделаем вот эту мою веточку магнолия все хорошо слышно ну хорошо значит почему собственно говоря вообще были придуманы сахарные цветы они же были придуманы еще в те века когда были цари короли это было очень давно и собственно говоря тогда были разные интриги при дворе люди просто боялись что их отравят а такие ведь цветы они же запросто могут отравить магнолия как вы знаете это ядовитое растение и все экскурсоводы в городе сочи вам расскажет мне пожалуйста не рвите не срезайте магнолию не вздумайте ставить возле кровати этот цветок потому что на утро вы проснетесь с головной болью а можете не проснуться а можете побежать сразу к туалету в общем это очень ядовитый цветочек и благодаря тому что существуют сахарные цветы в английской технике мы сможем сделать с вами этот цветок реалистичным живым и поставить и декорировать торт так по по рецепту вы потом просто пересмотрите в записи пожалуйста и как капли ароматизатора капаются на ваш ваше ощущение примерно четыре капельки ароматизатор использую либо малину либо лаванду малину очень люблю или лаванду не могу определиться всегда всякий раз девочками мы бросаем разный ароматизатор всегда на курсе спрашиваю какой и какой скажут такой будет я против декорирования торта живыми цветами как бы это не смотрелось красиво и сейчас модно и современно особенно забира замирает мое сердце когда кондитеры вставляют в торт альстромерия это тоже ядовитое растение сок ее ядовит и не дай бог он попадет на торт я не просто вот не гарантирую что человек не обойдется без пищевого отравления вот такую веточку я уже собрала и сейчас мы с вами будем ее делать сейчас я покажу что вам нужно собственно для производства магнолии и вообще для производства любых цветов прежде всего это вырубка вырубка по-русски или катер как его называют сейчас катер здесь разных размеров вот этот именно катер я взяла на алиэкспресс он немножко не той вот тут вот немножко не той формы которой нужно но тем не менее из него получаются красивые магнолии магнолия кстати может в диаметре достигать 25 сантиметров лепесток ее от 7 с половиной до 10 сантиметров размером вот этот лепесточек 7 с половиной примерно будет и наша магнолия будет самой маленькой которая существует почему очень хрупкий цветок и почему он ломается как убрать такую ломкость тоже обязательно сейчас расскажу дойдем до этого момента как раз смс который мы добавляем он придает не только эластичность из-за него наша мастика быстро сохнет быстро сохнет это хорошо мы можем быстро делать цветы они долго да но это дает и хрупкость нашему цветку как эту хрупкость убрать очень просто нужно наш нашему цветочку дать влагу соответственно его нужно просто обдать паром у меня здесь стоит чайник и мы с вами тоже этот момент посмотрим и проделаем так вот катер лилии нет не подойдет катер лилии тут совершенно своя форма если вы только будете вот здесь вот подрезать ножом туда спасибо и вам тоже привет так еще нам потребуется текстура я бы назвала это по-русски до текстура или называется так вайнер вайнеры тоже продаются во всех кондитерских магазинах и этот вайнер я тоже купила на алиэкспресс он по моему для лотоса но чудесно подходит как мне кажется для магнолии вам потребуется сухие красители сухие красители я использую разных фирм очень люблю фирму square kitchen это профессиональные красители очень хорошо и укрывисто ложатся катер магнолия тоже куплен на алиэкспресс ничего сложного ничего дорогого у меня тут нет все все самое простое вот такие красители сухие вы можете покупать сухие красители любые лишь бы на них было написано цветочная пыльца потому что главное чтобы не было написано сухой водорастворимый это для крема это не подойдет нам нужна цветочная пыльца либо краситель для цветов вот такой краситель либо вот такой краситель он может быть всяких разных фирм кто-то пользуется пастелью я против все таки это пищевые красители и я в них как бы больше уверена в этих красителях в их нетоксичности дальше вам потребуется проволока проволока для вот таких больших листочков как сегодня мы с вами делаем мы будем использовать проволоку 26 размера проволоку вы можете найти в магазинах кондитерских либо в магазинах для полимерной флористики это тоже в интернете все можно найти заказать она вам придет с доставкой сейчас у всех доставка очень дешевая поэтому все придет помимо 26 проволоки мы с вами будем использовать 18 проволоку соотношение номеров к диаметру надо было мне сейчас я вам скажу дорогие мои потому что на некоторые проволоки может быть не написан не написан номер а написан диаметр сейчас я посмотрю меня здесь где-то был записан диаметр этих проволочек сейчас быстренько значит смотрите 18 проволока диаметр 1 и 2 26 проволока это будет 0 5 вот дальше вам потребуется для изготовления мягкий поролоновый мат тоже эта штука продается на алиэкспресс она может быть другого цвета розовая фиолетовая и так далее и вам потребуется доска доска вот это тоже продается на алиэкспресс единственное что смотрите чтобы она стоила где-то в районе рублей 400 потому что самая дешевая доска там которая стоит 200 рублей она будет белоснежная вот это видите она немножко матовая такая да а белоснежная доска она из пластика и к пластику все прилипает вот это даст доска акриловая к ней не липнет я люблю работать с этой доской хотя считается что это немножко глубокие прожилки но зато знаете проволока никогда отсюда не выскочит и замечательная доска есть английская вот такая да здесь прожилки будут более тоненькие не такие глубокие на ней удобнее работать потому что между прожилками большое расстояние я могу сразу пять листиков разом делать это в принципе тоже очень удобная хорошая доска на курсах работаем с вот этой доской и в принципе все отлично золотые медали забирали на чемпионате в этом в прошедшем году меня девочка забрала золото моя ученица очень рада за нее так вот для начала мы с вами сделаем центр цветочка в центре у этого цветочка находится такой вот прикольный ежик вот как забивать на али доска для цветов доска с прожилками для цветов что-то такое нет фокуса ну и ладно так но я просто не буду тогда его показывать начнем сразу его изготавливать берем небольшой кусочек мастики я работаю с крахмалом чтобы у вас к пальчикам ничего не липло вообще к этой мастике сильно не липнет если она уже полежала в пакетике она не будет липнуть и будет все хорошо но все-таки небольшое количество крахмала я всегда беру много крахмала не нужно особенно не нужно сыпать крахмал на вот эту доску и забивать вот эти прожилки крахмалом тоже не надо то есть аккуратнее вам нужно на 18 проволоки сделать крючок для крючка вам нужны обычные круглогубцы делаем крючок самый обыкновенный вот такой вот у меня сделанные крючочки в эту капельку мастики я вставляю сверху свой крючочек протягиваю через капельку и прячу его этот наш с вами ёжик должен быть небольшого размера я сейчас скажу сколько санте в сантиметрах вот такой конус я делаю два сантиметра после нас будет он два сантиметра я беру ножницы просто самые обычные маленькие ножнички и мне нужно нарезать такие длинненькие хвостики для этого смотрите широко ставлю ножницы возьми покрупнее широко поставила ножнички чтобы у меня были длинненькие и худенькие такие штучки если ножнички начинают рвать мастику тоже их при крахмальте они должны быть у вас очень тоненькие старайтесь нарезать как можно больше тоненьких тоненьких таких штучек ну пусть будет так и теперь вот эти штучки еще немножко загнуть верхушечку чуть-чуть загнуть вообще я всегда говорю своим ученикам что нужно сначала цветочек рассмотреть нужно его найти нужно его разобрать и рассмотреть что у него внутри и постараться сделать как можно ближе это если вы работаете для чемпионата если вы хотите выиграть золотую медаль на чемпионате россии или на мировом чемпионате вам нужно сделать цветок как можно ближе как можно более реалистичным если вы делаете цветок на тортик вы можете какие-то допускать прям не стопроцентный реализм но все равно старайтесь всегда приятно и красиво выглядит реалистичный цветок на торте так это я немножко поставлю подсохнуть дальше мне нужно сделать лепестки для лепесточков я беру 26 проволоку режу ее на три части ставить проволоку в лепесток можно также разными способами я покажу вам два способа основных которыми я пользуюсь в основном сейчас я пользуюсь способом номер один это просто будет быстрее я беру кусочек мастике чуть-чуть обмакиваю его в крахмал но не пудрю доску прикладываю сюда так не маленькая скалочка и раскатываю вверх а затем в стороны очень тоненько получается но у магнули довольно плотные листы здесь не нужно катать прям до синьки тонко как мы это делаем для розы но и слишком толсто тоже не делайте потому что когда разрешаю можно потолще тогда уже можно будет пельмени заворачивать ваши цветочки маленький листочек я прикладываю таким образом вот смотрите я не знаю вам видно ли границу мне например видно замечательно где заканчивается моя прожилка да вот здесь вот заканчивается моя прожилка да вот эта выемка выемка в доске заканчивается вот здесь и я свой катар кладу таким образом чтобы у меня это выемка примерно ну до половинки дошла хорошенько вырезаю убираю лишнее беру листочек в руки вот такая у меня прожилка сзади получается придерживаю сверху пальцем чтобы чувствовать куда идет моя проволочка вставляю проволочку примерно на парочку сантиметров достаточно для такого маленького листика плохо немножко катар вырезал я вот здесь под подрежу и что вот мне не очень понравилось в этих катарах вот эти бока иногда мешают собирать цветочек вот здесь вот бока вот эти выпуклые я тоже срезала теперь я переношу его на мягкий мат тут его я могу нормально при крахмалить чтобы не липко мне у меня у скалки круглый край если у вас нет круглого края берите самый большой шарик который у вас есть вот такого размера волнить нам не нужно нам нужно утончить край то есть по краю пройти так чтобы ваша скалка была наполовину на мате наполовину на краешке листочка и я немножечко расширяю вот такими движениями центр этого листочка но смотрите не чтобы не потерялась форма чтобы форма капельки у вас сохранилась чтобы не было каких-то выпуклых там даю что вы вытащили в одну сторону доску не нужно крахмалить если будете крахмалить у вас просто неудобно будет может соскочить вся мастика с ними дальше я перемещаю этот листочек в вайнер кладу его прожилкой вниз чтобы у меня сверху была лицевая текстура снизу текстура как это сказать изнанки прижимаю хорошенько вот он у меня получился вот такой красавец если вы все правильно сделали то прожилка видите она полностью исчезла я так хорошо придавила вайнером что у меня прожилки просто не осталось листочек с двух сторон гладенький с текстурой дальше чтобы придать правильную форму листочку мы немножко я всегда на курсах говорю что самое главное и важное в изготовлении цветка это правильно придать ему форму правильно изогнуть этот листочек вот здесь сверху немножко буквально чуть-чуть закругляем краешек буквально немножко вот так дальше мне нужно самая обычная ложка пластиковая одноразовая ее форма как раз хорошо подходит я вот здесь прижимаю в центре а вот этот край пусть будет свободный и немножко висит и вот эти краешки немножко приподнимаю наверх вот такая форма у лепестка магнулий вторым способом я покажу как вставляю я проволоку обычно я таким образом вставляю проволоку когда лист очень большой это может быть лист лилии например я беру маленькую крупинку мастики вот сюда помещаю кручу и тяну наверх таким образом я обматываю свою проволочку мастикой должно получиться очень тонко и без крахмала вставляю теперь в самый край чтобы она уткнулась в это углубление точно также беру кусочек мастики приставила внизу раскатываю вверх и в стороны проволоку ничем не смачивая беру второй катер точно также я вижу где у меня заканчивается прожилка и примерно до половины листа можно даже чуть меньше если вы уже профессионально делаете можно даже на сантиметр вставлять если новичок то поглубже прорезаем также убираем лишние с проволоки иначе вам это будет в дальнейшем мешать при складывании цветка срежу вот эти краешки которые мне не очень нравятся и теперь смотрите ваш лепесточек он уже сразу находится на проволочке вот все повторяется то же самое утончаем по краю и чуть-чуть расширяем переносим в вайнер хорошенько придавили чтобы ваша прожилочка полностью исчезла выскакивает проволока значит вы плохо может быть прижимаете вайнером или смотря с какой мастикой вы работаете может быть у вас там с мастикой что-то не так краешки заворачиваю только наверху чуть-чуть и помещаю в ложку у магнолии от значит у магнолии бывает 6 9 либо 12 лепестков если вы хотите сделать магнолию закрытую делайте поменьше вот этот изгиб но я вам покажу как ее можно редактировать даже когда она высохла вы можете над паром подержать и закрыть ее сильнее чем чем она у вас получилось да она вас получилась например открытая вы хотите закрыть над паром подержали лепестки стали более мягкие подвижные и вы можете аккуратно тихонечко чтобы не сломать аккуратненько цветок закрыть и еще один лепесточек я сделаю третий по размеру значит для магнолии я сделаю 3 маленьких таких 3 средних и 3 больших то есть я делаю девятилистную магнолию магнолии бывает 6 9 либо 12 лепестков я делаю девятилистную и все повторяется у нас то же самое только с большим катером магнолии бывают также разного цвета они бывают и белоснежные бывают чуть-чуть розовинкой небольшой я сделала прям темненькие захотелось мне потемнее вот смотрите я когда проволоку сюда вставила я же сейчас прижму ее вайнером как она может оттуда выскочить также по краешку утончаем и чуть-чуть расширяем немножко скалочкой не волните края не волнистый вот я теперь переношу вайнер и прижму хорошенько у вайнера да бывает такое что текстура текстура не очень хорошо видна выбирайте когда покупаете вайнеры внимательно да смотрите что именно вам предлагают чтобы текстурка была глубокая сразу выбирайте с глубокой текстурой вкладывая в ложку большой лепесток обязательно края прижмите чтобы они у вас не волнились края у лепестка не волняться можно может волниться вот этот краешек самый но не бока лепесточка вот эти вот места не должны быть заволнены и теперь мне нужно оставить немножко это дело подсохнуть вот сколько я делала смотрите вот этот уже все нормально да сколько тут прошло минут в этот уже сухой вот почему масть смс очень важно добавлять мастику так будет просто быстрее изготовление цветов но он еще не совсем сухой ему еще нужно немножко времени пока он будет высыхать мы изготовим серединку и бутончики для бутончиков эту же мастику я окрасила в салатный тон окрасила гелевыми красителями пищевыми беру тоже 26 проволочку делю на три части и сделаю бутончики веточки магнолии они потом когда уже распускаются появляется листва до дополнительно то есть вы можете в принципе сделать и листочки маленькие небольшие только распускающиеся я сделала буквально ну сколько я пересмотрела вариантов фотографии очень часто магнолия только с почками и распускающимися какими-то бутончиками ой зачем я здесь и тоже здесь делаем крючочек где я покупаю катары и вайнеры у многих я покупаю это и на алиэкспресс и в кондитерских магазинах россии также в инстаграм есть девчонки которые занимаются цветами полимерными из полимерной глины и они сами делают катары печатают на 3d принтере и сами делают силиконовые вайнеры вот у них очень хорошего качества вещи поищите вот вам доску показывают это мне ты показываешь а зачем ты мне показываешь мне она не нужна людям нужнее и так смотрите проволоку 26 также я продеваю сверху все конусы так начинаются да и прячем прячем там внутри этот крючочек никогда не делайте без крючка у вас просто все слетит и вот такая вот изогнутая штучка толстенькая они могут быть разных размеров до бутончики могут выглядеть как почки у дерева то есть совершенно крошечные я сейчас делаю один вот такого размера у меня получается полтора сантиметра и сделаю прям буквально по сантиметру такие почки сантиметровую почку крошечку такую немножко изгибаю в сторону можно какие-то сделать ровненькие какие-то изогнутые бутончики для того чтобы сделать как можно ближе и похожее вам нужно просто открыть фотографию магнолию и очень внимательно рассмотреть как выглядят почки как выглядят цветочки а еще лучше разобрать магнолию на составляющие обвести ее по контуру и тогда у вас будет стопроцентный реалистичный цветок но это лишь в том случае если вы готовитесь к чемпионату если вы делаете просто цветы на торт этого вполне достаточно дальше есть у меня есть у меня тейп-лента нам еще потребуется с вами тейп-лента что это такое это лента которая пропитана воском и при растяжении и в теплых ваших пальцах это лента начинает быть липкой и вы все это дело скручиваете друг с другом так как это дерево то уместнее использовать ленту коричневую если у вас нет коричневой ленты вы сделаете это зеленой сухим коричневым красителем можете подкрасить конечно все мои эфиры сохраняются девочки и я беру и приматываю тейп-ленту я ее растягиваю вот здесь пальцем держу мизинчиком кручу в руках я немножко вот так захвачу даже свой бутон и не буду даже стараться делать тут ровно потому что это как раз и очень хорошо похоже на кору дерево мне нужно буквально по чуть-чуть замотать немножечко захватив сам бутончик вот так и еще один эфир сохранится конечно все можно будет посмотреть в записи может быть после эфира небольшая задержка там не будет может быть начало потому что эфир обрабатывается вы не волнуйтесь запись будет обязательно так вот у меня таких 3 бутончика будет вам сейчас там показывают да как найти доску да видите вот вы высвечиваются доски смотрите они все будут разного размера и разного и цены вам нужно купить ту которая не очень дешевая если она слишком белоснежная это будет пластиковая работать не будет плохо видите хорошо отлично с рекламой алиэкспресс бесплатно это так что там ну в общем читайте я думаю что вы все найдете все выберете так дальше мы с вами сделаем сейчас серединку серединку я сразу немножко подкрашу светло-розовым красителем вот этого ёжика подкрашу в светло-розовый и можно с краешки краешки подкрасить желтеньким так это у меня какой цвету кисточки смотрите у вас должно быть для каждого для каждой кисточки свой цвет чтобы у вас не получалось грязи я узнала о том что будет проходить онлайн выставка совершенно недавно и просто боюсь не успеть сделать какой-то экспонат выставлять как-то старые работы там нельзя чуть-чуть желтеньким по подкрасила краешки которые у меня в разные стороны и я буду использовать тычинки если у вас тычинок нет можно использовать нитки намотали моточек ниток на пальце скрутили проволокой разрезали сделали помпончик проще говоря да и вот так его сюда прилепили этот помпончик можно взять белые нитки и также подкрасить сухим красителем у меня есть тычинки тычинки эти несъедобные и конечно мы всегда предупреждаем клиента о том что съедобная часть цветка это лепестки да то есть если вдруг человек захотел покушать ради бога можно покушать только отламывайте и кушайте собственно говоря берем вот такой пучок тычинок проволоку и пополам вот здесь вот проволокой заматываем делаю такой пучок можно сделать из ниток если у вас нет тычинок тычинки я покупаю самые мелкие и покупаю в основном тычинки какие-нибудь бледные если не белые то бледно-розовые бледно-зеленые чтобы я могла легко их перекрасить я сейчас срезала просто далеко торчащие чтобы они все были одного размера их можно подкрасить абсолютно в любой тон который вам нужен с помощью сухих красителей поэтому не надо покупать тычинки разного цвета они у вас потом будут без дела валяться возьмите тычинки только светлых тонов и с край тычинок я сделаю потемнее теперь я подставляю сюда тычинки сначала начну подкручивать пропадает связь интернет может быть перегружен и может пропадать связь не паникуйте все можно смотреть в записи я начала вот здесь прикручивать и сюда ставлю свой ёршик да это у вас там связь пропадает у нас все идет вы в записи все посмотрите ёршик мне нужно поставить таким образом чтобы он был ниже моего цветочка наполовину и закручиваю вот здесь вот внизу тычинки можно немножко вот так распушить отогнуть немножко от центра чтобы они вот пушистенько вот так стояли я конечно тороплюсь и незаметно отламываю кусочки вот такой ёршик получается внутри магнолии постарайтесь чтобы ваши тычинки были на одном на одной высоте и равномерно распределите их вокруг серединки дальше я уже сделала лепестки заранее сейчас я посмотрю возможно ли подкрашивать да уже неплохо подсох и начну подкрашивать лепесточки которые мы изготовили внутри магнолии часто бывают практически светлые почти без розового цвета аккуратно начинаем замахивать кисточкой от проволоки и очень аккуратно всегда протягивайте цвет чтобы у вас не было каких-то пятен а чтобы все везде был плавный переход от белого к розовому плавные переходы несколько раз чешите кисточкой чтобы у вас получился плавный переход с обратной стороны как правило более насыщенного цвета лепесток магнолии и здесь я побольше немножко беру красителя замахиваю подальше чтобы он практически полностью был розовенький так я проделаю со всеми тремя лепестками я использую синтетические кисти люблю плоские для окрашивания именно цветов мне нравятся плоские кисти не круглые мягкая хорошая синтетика ну эти лепесточки конечно у меня еще очень мягкие не успели подсохнуть но уже форму держат неплохо да конечно я делаю из своей мастики я никогда не работаю с покупной мне здесь до покупной далеко ехать дорогие мои я живу в маленьком городочке где не продается она та мастика которая мне нужна не используем мы один краситель мы с вами живописцы мы должны сделать реалистичный цветок и значит я добавляю снизу на изнанке до на той стороне которая у меня снаружи темный краситель и протягиваю его такой полосочкой в центр лишнее убираем и просто затемняю боком если вы будете красить вот так вы прожилки все подчеркнете да если вы боком кисточки вот так проведете ваши прожилки будут видны сильнее и так со всеми лепесточками темнее снизу и протягиваем наверх боком кисточки провели получились более яркие прожилки модел паст я использую только для лепки для изготовления цветов я использую только свою мастику самодельную вот так прожилочки проявляются так значит я красила лепесточки и вот вчера я подготовила лепестки и оставила их на столе сегодня конечно же когда я проснулась они у меня были очень каменные да вот о чем вы переживаете они сухие просто до звона сухие потому что у меня отопление влажности нет очень сухие как мы будем собирать с вами цветочек мы с вами каждый листик попарим над паром так вот эти вот штучки я немножко сверху розовеньким покрашу пока у меня здесь розовый краситель лежит вот так остальное мы будем уже потом докрашивать это пока уберу видите я их уже отпаривала и они у меня уже такие немножко другого цвета более яркие по сравнению с вот этими да немножко ярче они и они становятся глянцевыми и блестят для чего еще хорошо парить у вас краситель не будет пачкаться он как бы пропитывается в мастику покрывается такой как бы лаковой пленочкой и краситель более плавные переходы теперь имеет и становится более ярким и сейчас я вам покажу как парить над чайничком так чайник у меня правда тут стоит сбоку и у него очень короткий шнурок поэтому вот тут он у меня сейчас я его включу чтобы закипел так значит вот у меня будут лепесточки три больших 3 средних и 3 маленьких вот видите они уже немножко вот с блеском с таким вообще не все цветы нужно парить например роза и магнолия у них есть вот этот блеск немножко на листики слегка блестят их вот уместно по парить смотрите что значит парить это буквально обдать паром это буквально одна секунда раз-два с двух сторон раз-два свежие лепестки я парить не буду они еще не успели высохнуть они тогда вообще у меня будут как сосиски будут слишком мягкие я с ними не справлюсь выключаю чайник и начинаю собирать магнолию теперь мои лепестки не такие хрупкие и я не боюсь что они у меня сломаются когда я буду собирать цветок когда я цветочек собрала и он сухой а мне нужно собрать букет я весь цветок могу попарить чтобы при сборке букета не пострадал ни один лепесточек но знаете всегда бывает немножко может какой-то лепесточек сломаться надломиться вы не бойтесь этого потому что в когда букет очень большой никто не обратит особого внимания на то что какой-то малюсенький лепесточек у вас отломился если только это не касается каких-то до больших цветов где досадно видно да я приматываю сначала очень приматываю заболталась маленькие потом я приматываю сначала средних размеров лепесточек средний приматываем мы по схеме 3 и ниже еще три смотрите приматывать вы должны все их на одной линии чтобы они у вас не спускались по лесенке все три на одной линии а это же уже большие средний вот он средний вот он у меня он еще слабенький такой но уже держит форму дальше идут большие лепесточки снова стараюсь на той же линии теперь между ними еще три и большой и теперь идут маленькие опять между большими лепестками так отрываю зеленую мне больше теперь нужно коричневая и собираю веточку коричневой тейп-лентой и добавляю сюда свои бутончики слегка отклоняю его и приматываю какой-то бутончик может быть совсем вплотную вот особенно маленькие они прям вплотную к веточке вот так домотаю коричневым чуть чуть еще пониже вот так а теперь я продолжу немножко с окрашиванием мы с вами должны если мы опять же готовимся с вами на выставку сделать цветок живым реалистичным а для этого нам нужно еще немножко на него посмотреть как художник глазами художника посмотреть и подумать что какие-то могут быть цветовые блики где-то может быть чтобы он был похож на цветок который в природе где-то может уже начал видать листик где-то зеленый блик где-то желтый блик снизу вот эти наши почки снизу как правило как коричневые они даже не зеленые и я его прям полностью сделаю коричневым только верхушечку оставлю розоватой у этих тоже немножко снизу сделаю коричневым но уже не так сильно посмотрю теперь на свой цветочек если у меня есть где-то такие заломы и помятости особенно на крайних лепестках здесь я могу положить коричневый как будто бы этот листик уже начал видать если не добавить смс мастика какая-то получится но она не будет эластичная например я вот здесь еще немножко положу вот в этом сгибе коричневый и добавлю вот здесь коричневый где вот где сильно лепестки загнулись там может быть какой-то вот такой коричневый нюанс но немного не перебарщиваем дальше я возьму зеленый цвет такой ближе к салатному добавлю тоже немножко на бутончики где-то с одного бока зеленее бутончик и добавлю снизу на крайние лепестки можно по краешку где-то пустить зеленый совсем немножко тоже не перебарщиваем вот так и немного желтых бликов добавлю на лепестки сверху бывают такие желтенькие пятнышки у больших лепесточков вот здесь сверху совсем чуть-чуть по самым светлым лепесткам добавлю желтенького я думаю достаточно для этой магнолии теперь она ожила если вы хотите сделать более закрытый а ваши лепестки высохли парим его по чуть-чуть подольше не две секунды например 34 он станет помягче и аккуратненько закрываем пчелку надо что-то а вот все мне показалось что эфир завис так убираю красители и присоединю свой цветочек к веточки совершенно безопасной магнолии которую вы можете поставить на стол в своей спальне и проснетесь с хорошим настроением без головной боли потому что этот цветок не ядовит и этот цветок будет радовать вас годы потому что сахарные цветы хранятся годами и с ними ничего не происходит единственное что с ними происходит они пылью покрываются сахарные цветы не боятся солнышка но боятся влаги влажности если в помещении влажно если вы собираетесь использовать свой цветок для торта вам нужно взять боксы пластиковые можно в пластиковые боксы на дно насыпать силикагель наполнитель кошачий силикагелевый туда наполнитель потом положили фольгу либо пергамент и на пергамент положили вот так эти цветочки сверху вы ваш бокс пленкой закрываете и закрываете крышкой все ваши цветы будут храниться до вашего торта на них не упадет пылинка у них не будет влажности они хорошо сохраняться если же вы собираетесь поставить их у себя в спальне то вы можете просто поставить и когда у вас влажность в вашей комнате надо куда-то убрать спрятать а потом снова поставить на самом деле у меня у мамы стоят цветы на шкафу она никогда их никуда не убирает хоть влажно в помещении хоть не влажно в помещении они у нее стоят там уже много лет года два наверное точно и ничего с ними не происходит и такой веточкой магнолий можно совершенно безопасно украсить любой торт и не бояться за то что вы можете отравить человека пожалуйста запомните что альстримерии нельзя вставлять в торт я вас очень прошу если вставляете живые цветы хотя бы альстримерию не вставляйте я переживаю за ваших клиентов вот такие сахарные цветы можно изготовить самим дома во время карантина это очень приятное занятие я думаю что сегодняшний урок у нас прошел с вами с пользой так на фоне другом что вы сегодня много чего почерпнули нового все полезное все нужное узнали и надеюсь теперь у всех у вас будут получаться и мастика и сахарные цветы хочу напомнить вам что у меня на канале очень много уроков бесплатных по сахарным цветам их там просто море все сахарные цветы есть бесплатно и есть 2 платных вебинара зимний букет и весенний букет в зимнем букете мы разбираем как делать розу как делать два вида орхидеи гвоздику шишку гиперикум зелень и все в весеннем букете мы делаем с вами пион анимон морозник алисум гусиный цвет плющ вебинары зимний и весенний букет стоит по 600 рублей сейчас на них скидка 20 процентов поэтому приобретайте если хотите или же работайте по бесплатным уроком на youtube канале тортила спасибо вам большое 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 спасибо всем кто был сегодня со мной в эфире я надеюсь что все пригодится надеюсь что всю информацию которая есть моей голове я вам передала по крайней мере старалась и очень хотела спасибо вам всем за сегодняшний эфир и до встречи в пятницу на эфире мужское и женское лицо жду вас дорогие мои пока